И немножко как бы приятных вещей, которые не могут не радовать нас с вами за прошедшие двое суток. Речь идет вот о чем. Ну, Рашистская Федерация, как всегда, вы же знаете, как кэпские справы сразу хватаются за что Путин? За ядерную дубину. Вот, а не за то, что вы подумали. Хватается он за ядерную дубину и пытается запугать весь мир. Они ускорили, когда началось массированное вторжение, когда стал вопрос угрозы для Запада или попыток угрозы для всего мира, чтобы весь мир в радиоактивный пепел превратить. Рашистская Федерация вдруг резко ускорила работу по проекту Сармат. Есть у них тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, по-моему, если я не ошибаюсь, до 16 тысяч километров дальность, с выходом в ближний космос, с разделяющейся головной частью, ну, там, супер-пупер аналогов нетной вооружения. Они начали ей пугать. И сразу же решили начать государственные испытания, потому что они там даже уже звучали из Генерального штаба Рашистской Федерации возгласы о том, что они чуть ли не ставят на боевое дежурство. Хотя ракеты в металле еще и не было. Они быстро склепали несколько образцов металли и начали проводить испытания показательно, на камеру. Это очень хорошо, что на камеру и показательно, потому что все видели, чем они закончились. Единственное положительное испытание, пять испытаний было за все это время, за два года, и счет 4-1 в пользу ракеты, которая не хочет лететь. А первое испытание было, считалось успешным, почему? Потому что оно было на, главной задачей этого испытательного цикла было проверить, полетит эта ракета вообще или не полетит. Да, она взлетела, она оторвалась от земли и поднялась там на определенную высоту. Это засчитали плюс как успешное испытание. Четыре последующих испытания, заканчивая последнее, которое было в субботу, они оказались неудачными. Не захотела больше она летать. Это ракета. Что же это за ракета такая, Сармат, которой они все пугают весь мир? Это ракета РС-28, комплекс называется Сармат. Новейшая ракетная система шахтного базирования, то есть они будут ее опускать в шахту, ставить на боевое дежурство. Она должна прийти на замену ракете Р-36М. Почему рашисты так схватились за Р-36М? Это ракета Воевода. Это ракетный комплекс, тоже шахтного базирования, ракета Воевода. Так вот, они для того же самого комплекса, то есть шахтная пусковая установка остается, и комплекс пусковой подземный остается тот же самый. Но они хотят поменять ракету Воеводу на Сармат. Почему Воевода? Она имеется в виду СС-18 модификации. Так ее присвоил, точнее не модификация, а квалификация. Такую квалификацию этой ракете присвоила Соединенные Штаты и НАТО. Она так числится, Воевода. Это так называемая ракета СС-18 «Сатана». Ее еще называют. Ну она «Сатана», «Сейтэн». На английском и на русском языке она звучит как «Сатана». Вот. И средства ядерных... Вот это основа стратегических ядерных сил Рашистской Федерации. Вот этот шахтный комплекс. Ну мы не берем сейчас мобильные комплексы. Тополь, допустим. И там старенький пионер еще где-то там есть. Вот. Тополь, Тополь-М у них. Это мобильные комплексы. А вот стационарные комплексы – это Воевода. Но. Что такое ракета Воевода? СС-18 «Сатана». Это КБ Южная. Это город Днепр. Наша разработка Украины. Причем ракету эту делали, Воеводу разрабатывали в КБ Южная. А систему управления к этой ракете разрабатывали в Харькове научно-производственное объединение «Хартрон». И, соответственно, уже, а, и мы в 2014 году разорвали договор о, прекратили регламентные работы и техническое обслуживание этих ракет. До 2014 года специальная ремонтная бригада КБ Южная выезжала и объезжала все ракеты, проводя там регламентные ремонтные работы. И это надо делать каждые два года. А за счет того, что ракеты разных годов выпуска, то эта вот бригада, она колесила там практически постоянно. После 2014 года Южмаш сказал «Все, ребята, мы никуда не едем. Никакие ракеты в Рашистской Федерации не обслуживаем». Рашисты долго думали, что же делать. Года два они не делали вообще ничего. А потом начали, создали свою бригаду и начали делать регламентные обслуживания. Кстати, вот почему сейчас, когда Путин опять схватился за ядерную дубину, на Западе появились статьи о том, что в каком же состоянии на сегодняшний день ядерная дубина Рашистской Федерации. Особенно вот ракетный парк, который разрабатывался и производился в Украине, на наших предприятиях, нашими конструкторскими бюро. Там задается вопрос. Никто сегодня не может точно сказать. Тем более, что бригада, которую создали Рашистская Федерация, она не сертифицирована. Она не проходила обучение в нашем учебном центре. То есть, они начитались инструкции и пошли ковырять отвертками в этих ракетах. Поэтому вопрос их боеготовности на сегодняшний день довольно, я бы сказал, под большим вопросом. Поэтому, с одной стороны, Рашистская Федерация хочет избавиться от нашей украинской ракеты. А с другой стороны, и поставить якобы свою сатану, точнее свою ракету Сармат. А с другой стороны, ну заодно и попугать мир, что у них новая ракета, новейшая разработка, аналогов нету, преодолевает все системы противоракетной обороны. Вот такая вот штука. Но, очередное испытание, то есть пуск с шахтной пусковой установки закончился трагедией. Ну, это называется катастрофа, если брать по классификации аварий, то это катастрофа. Потому что она была с гибелью людей. Сколько людей погибло, мы точно не знаем. Но, шахтный пусковой комплекс на полигоне, где производился очередной пуск, испытательный пуск этой ракеты, полностью уничтожен. Ракета взорвалась прямо в шахте. Она не вылетела, не вышла из шахты. С учетом того, что она жидкостная и заправляется жидким ракетным топливом, то шансов выжить, я думаю, что у персонала этого комплекса не было. Ну, и, в принципе, если вы погуглите и посмотрите на спутниковые снимки. Вот, кстати, сейчас уже появились снимки высокого разрешения. И на полигоне в Плесецке, это Архангельская область, вместо шахтного пускового комплекса там огромный кратер. Огромный. И все строения наружные, все снесены. Я думаю, что очень сильно повреждены подземные строения. В любом случае, прорыв вот этих газов, испарение или горящих паров ракетного топлива. Дело в том, что это топливо является смертельным, и человек умирает мгновенно. Или отек легких она вызывает. Это попадание паров в дыхательные пути. Ну, шансов выжить там не было ни у кого. Тем более, такой кратер, что вполне возможно, что на ракете еще и стояла фугасная головная часть. Скорее всего, они хотели ее грохнуть где-нибудь там в районе Камчатки. И чтобы мир содрогнулся и показать, сказать, смотрите, что у нас есть. А я представьте, если будет ядерная. Так что там могла быть головная часть весом в несколько десятков тонн с тротилом в середине. То есть могла быть не болванка. Поэтому вот так вот попугали мир. Вместо того, чтобы мир содрогнулся только не от угрозы ядерной войны, а от страха того, что Россия может сама себя уничтожить, и это будет огромная ядерная помойка. Потому что в каком состоянии там ракеты неизвестно, а новые ракеты не летят. Кстати, это вторая ракетная разработка, которая так неудачна для Российской Федерации. Первая разработка Булава ракета, которая предназначалась для атомных подводных лодок ракетоносцев. Лодки они и настроили. Класса Борей. Довольно большая лодка. Очень крупная. А вот ракета не полетела. И генеральный конструктор в 18-м году застрелился после очередного. Там 8, по-моему, было неудачных испытаний. И они забросили ее. А потом, по-моему, в 21-м или 22-м году они возобновили работы над ракетой Булава. Но испытаний ни одного не провели до сих пор. Потому что, видимо, там надо, как говорится, надо переделывать все сначала, переделывать все с нуля. И кто там возглавил сейчас изыскание или разработку, конструкторскую работу, точнее, по проекту Булава, неизвестно. Но вот Сармат, видимо, идет по стопам Булавы. И, ну, ни в какую не хочет. Показал, что может оторваться от земли, но лететь никуда, ни в какую не хочет. Так что, вот такие вот события там происходят, на полигоне в Плесецке. И еще приходит информация, разведка работает. Надо отдать должное нашему главному разведчику. Поэтому сведения стекаются. Плюс разведсообщество наших стран-партнеров тоже нам начинает передавать информацию по складам. Как обычно, постфактум начинает потихонечку вылазить более подробная информация. Так вот, Тарапец, помните, да, 107-й арсенал, который рванул первым, где, по разным оценкам, было около 30 тысяч тонн боеприпасов. И там, предположительно, хранились ракетные, больше ракетные боеприпасы для ракетных комплексов и для реактивных систем залпового огня. Так вот, разведка Эстонии говорит нам, что в Тарапце могло быть уничтожено 750 тысяч снарядов различных типов, что составляет примерно 30 тысяч тонн веса. То есть, ну скажу, что 750 тысяч – это, наверное, как минимум месяца три. Для рашистской армии, вот судя по тому расходу боеприпасов на грунт, сколько они выкладывают за сутки, то это трехмесячная норма или трехмесячный запас просто вот в пшик и улетел в повитре. Что не может, опять же говорю, не радовать. Далее, в результате атаки на 23-й арсенал Грау, это в населенном пункте Октябрьский, плюс 58 складских зданий и несколько открытых площадок превратились в пепел или сильно повреждены. То есть, кстати, там эвакуируют людей с близлежащих населенных пунктов и им говорят, что через два дня не смогут вернуться домой. Ну, в принципе, Рашистская Федерация может их вернуть домой, хотя, я думаю, детонации и пожары могут продолжаться еще неделю как минимум, с одной стороны. А с другой стороны, знаете, как говорят им местные власти, говорят, мы за два дня все разминируем, вы вернетесь домой. То есть, ну, полный бред. Мы же знаем с вами, у нас пять складов и арсеналов сгорело, мы знаем, что разминирование может длиться месяцами, потому что разлет боеприпасов во время детонации просто огромнейший. И непредсказуемый, что самое главное, что нельзя определить, куда улетел снаряд, куда его закинуло и где он валяется, никто этого не знает. Но, тем не менее, видите, большая часть 23-го арсенала в Октябрьском, в населенном пункте Октябрьский уничтожена. Об этом нам осинтеры из общества Андерсон сообщают. Тоже, видите, работают наши партнеры и помогают нам оценить ущерб, который мы наносим. Я думаю, что разведка через пару дней нам скажет по количеству боеприпасов и по тонажу, что мы уничтожили на 23-м арсенале. Там, кстати, пострадала на 23-м арсенале еще и пострадала железнодорожная часть арсенала. То есть, видимо, предположительно, можно сказать, что на железнодорожных путях, в районе рампы разгрузочно-погрузочной находился эшелон, очередной эшелон с боеприпасами. Грузился он или разгружался, сказать на сегодняшний трудно. Да, день трудно, мы не знаем график. Но, в принципе, это уже до лампочки. Главное, что он взорвался и разнес там еще и железнодорожную, вот эту погрузочно-разгрузочную площадку с рампой, с железнодорожной рампой. Так что ее тоже надо будет восстанавливать. И когда они смогут это сделать, это вопрос уже теперь времени. Каждый день играет в нашу пользу. Также, по информации расистских мониторинговых каналов, во временно оккупированном украинском Крыму попал под удар баллистическими ракетами военный объект в районе Джанкоя, в районе села Азовское, недалеко от Джанкоя. Там, ну, как всегда, местные власти сказали, что все сбили. Но самое интересное было читать комментарии расистов, проживающих в тех районах, которые описывали фотографии, представленные Z-военкорами, что вот работает ПВО. Белый шлейф следа от ракеты ПВО видно, а вот облако взрыва, что эта ракета взорвалась. Кстати, она должна была взорваться в любом случае. В случае поражения цели, как правило, взрыв идет с черным дымом, потому что объект поражения ракета может взорваться в воздухе. А в случае самоликвидации, а система ПВО настроена таким образом, что если она не попала в цель, то у нее происходит самоликвидация. Так вот, в случае самоликвидации облако должно быть белое. Так вот, реверсив, точнее, шлейф ее полета ракеты видно, след белый, а взрыва не было. Так что еще может быть где-то эта ракета ПВО где-то еще упала и могла взорваться на поверхности земли. Но, в любом случае, даже местные жители в этих комментариях высмеяли местное начальство, что вы врете, потому что нет ни одного сбития, нет ни одного подрыва противоракет в воздухе во время работы расистского ПВО. Но, объект поражен, туда прилетели баллистические ракеты, дым видно было за несколько километров он подымался, что-то там горело, мы сейчас ждем официальной информации, уточнения от нашего командования, что же там было поражено и что так сильно с черным дымом и долго горело в населенном, в районе села Азовское, в районе недалеко от города Джанкой. Ну и ноу-хау появилось у расистов, они его переносят, точнее, ноу-хау это появилось в районе Москвы, что они стали строить башни и на эти башни устанавливать комплексы противовоздушной обороны с целью защитить Москву от наших дронов и ракет. Так вот, такие же башни появились возле Керченского моста. На эти башни устанавливают зенитно-ракетные комплексы, в основном панцирь С-1 ставят туда, ну потому что другие вряд ли кран подымет. Вот, и они надеются, что они таким образом могут спасти мост. Ну, кстати, панцирь С-1 с дронами, да, он может бороться, но с ракетами, даже крылатыми практически нет. Дальность у него небольшая, 18 километров ракетами, артиллерийская часть у него до 4 километров, вот, ну, против крылатых ракет думаю, что в реале. Ну, баллистику он вообще не берет, он не успевает даже отреагировать на баллистические системы. Вот, ну, посмотрим, насколько это поможет им спасти эту путинскую скрепу, такую, как Керченский мост. Ну, что ж, здесь два слова, скажем, о военно-политической обстановке. Сейчас наш президент находится с визитом в Вашингтоне, ну, он сегодня, вчера был в Пенсильвании, посещал завод по производству вооружения, чтобы по благо артиллерийских боеприпасов там производят в Пенсильвании, и плюс завод увеличивает там, наращивает темпы производства, и эти снаряды в большей степени идут в Украину для наших, для нашей артиллерии. Вот, а в основном там участие в Генеральной Ассамблее ООН, там встреча с действующим президентом Джо Байденом с попыткой его уговорить, наконец-то уговорить его, чтобы он дал разрешение на применение ракет Атакумс по территории Российской Федерации, и встреча с кандидатами на пост президента Соединенных Штатов и Дональдом Трампом, и Камалой Харрис, с целью презентации им, и действующему президенту Джо Байдену, ему тоже будет презентоваться так называемый План Победы. Наш президент любит громкие названия План Победы. Так вот, газета, британская газета Times сообщила некие подробности этого Плана Победы, вот, и она пишет, что план состоит из четырех ключевых пунктов. Первое, просьба о предоставлении западных гарантий безопасности, аналогичных соглашению о взаимной обороне при членстве в НАТО. То есть, чтобы НАТО взяло на себя обязательство защищать нас в случае нападения. сразу скажу, на мой взгляд, план абсолютно, этот пункт абсолютно нереальный. Они боятся нас принимать в НАТО, чтобы не воевать вместе с нами против Рашистской Федерации. Кстати, должны понимать, мы все должны понимать, что НАТО не может воевать с Рашистской Федерацией. как бы это ни звучало дико, но на сегодняшний день НАТО, как организация, не в состоянии воевать с Рашистской Федерацией. Объясняю, почему. В военном плане вопросов нет. В военном плане это блицкрик в пользу НАТО, который действительно может продлиться несколько суток, потому что надо будет несколько волн ракетно-авиационных ударов, для того, чтобы вынести, просто вынести за несколько этих ударов, массированных всю военную инфраструктуру Рашистской Федерации. Это вполне возможно, реально, на сегодняшний день, и по военным потенциалам, по боевым потенциалам, это абсолютно реальная и реализуемая задача. Но, НАТО же военно-политическая организация, даже сегодня, после развала Советского Союза, они сильно расслабились, и даже стали больше политической организацией, чем военной. Для того, чтобы вступить в войну, даже за страну НАТО, вот в чем проблема, ту же Эстонию, Литву, Латвию, страны Балтии, да, первый план, помните, был какой, что 180 суток они допускали, то есть полгода они допускали оккупацию этих стран расистскими войсками, в случае вторжения расистских войск, и только потом НАТО могло бы развернуть свои силы и выбивать расистские войска с их территории. Вот, сейчас там это пытаются изменить, но суть вот в чем, суть в том, что для того, чтобы вступить в войну на стороне одного из членов НАТО, надо выполнить статью четвертую устава НАТО, а это провести консультации членов НАТО по вступлению в войну, и пятое проголосовать за это. Один за всех, все за одного. А теперь представьте, Венгрия будет голосовать за то, чтобы НАТО воевала против Российской Федерации, а Словакия будет голосовать, чтобы НАТО воевала против Российской Федерации, а Австрия будет голосовать за войну против Российской Федерации? Конечно же нет, никогда не проголосуют, поэтому НАТО не сможет, просто физически не сможет, из-за политических разногласий, не сможет вступить в войну с Российской Федерацией, поэтому этот пункт, что дать гарантии, защиты, нет, нам надо договариваться напрямую, индивидуально, или формировать новый политический блок, как средство коллективной защиты для нашей страны. Второй пункт вот этого мирного плана, продолжение вторжения Украины в Курскую область в качестве территориального козыря. Ну тут нет вопросов, в принципе все понятно. Третий, просьба о предоставлении определенного современного оружия. Ну, слово определенного, может быть просто Таймс так пишет, потому что план секретит, план никому не показывает. Боятся огласить его, и мы с вами проходимся в полу неведении относительно содержания этого плана. Он вообще может быть конечным итогом плана, может быть заморозка конфликта, и заключение договоренности, достижение договоренности о прекращении огня, потому что Путин не может сегодня дальше тянуть войну без прекращения огня, без временного перемирия. Вот наше руководство может быть и к такому шагу и готовится. И нас с вами где-то там подводят. Так что просьба о предоставлении определенного современного оружия, это вопрос такой очень сложный, что еще дать? Количество надо, не виды, а вооружения. Виды вооружения мы всю номенклатуру, от пистолета до самолета мы уже получили. А вот количество этого вооружения это огромный вопрос для нас на сегодняшний день. Ну и ограничения на его применение. Тоже самый огромный вопрос. И международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины. Ну здесь трудно не согласиться, но мне кажется тут больше надо, тут от нас больше зависит. Чем лучше мы создадим условия для инвесторов с гарантией того, что их деньги не будут украдены нашими олигархами и бюрократии и бюрократической машиной, тем больше инвесторов войдет в Украину и вложит сюда свои деньги для получения прибыли. Ну и тут же Дон Таймс добавляет, что президент Зеленский заявил, что не будет раскрывать полные детали плана до встречи с Джо Байденом. Встреча должна быть в четверг. И добавил, что он также намерен представить его двум кандидатам, как я уже сказал, Дональду Трампу и Камале Харрис. Кстати, встреча еще под большим вопросом. Согласиться, пока что там вроде работает МИД, чтобы ее организовать, но со стороны Белого дома таких больших активностей пока что не видно и не слышно. Вот такой план поехал какой-то такой абстрактный немножко. План поехал туда. Может он там выписан детально, не знаю. После встречи с Джо Байденом, я надеюсь, его опубликуют в качестве программного документа и мы с вами сможем подробно с ним ознакомить. Пока вот такой вот вывод. Далее, Рашидская Федерация столкнулась с серьезными финансовыми барьерами при увеличении численности армии. Видите, армия, это оказывается очень дорогое удовольствие. Для того, чтобы ее содержать и формировать, а тем более формировать, нужны огромные капитальные выложения. А казна уже потихонечку начинает иссякать. Для финансирования СВО в ближайшее время могут быть задействованы ресурсы второго бюджета, который находится под контролем пятой службы ФСБ Рашидской Федерации. Фонда отчислений крупного бизнеса. У них есть такой фонд, который засекречен. Он находится под контролем пятого управления ФСБ России. Они его называют бассейн. То есть там огромные капиталы вложения. Никто точно не знает сколько. Но олигархов постоянно заставляет. Это типа общак. Криминальный общак путинский. Называется бассейн в народе. Слухи о нем ходят. А это фонд отчисления крупного бизнеса. То есть приходят крупного бизнеса и говорят ты должен там столько лямов отчислить в этот фонд. Иначе ни бизнеса ни тебя ничего больше не будет. Все будет отобрано. А также бюджеты Газпромнефти и Сургутнефтегаза. Это вот эти бюджеты этих организаций будут полностью перенаправлены на их будут замораживать. Их бюджеты будут перенаправлены на поддержание расистской армии с целью проведения вот этой специальной военной операции. Так как Путин называет войну расистов против Рашистской Федерации против Украины. Альтернативным вариантом является сокращение невоенных расходов в пользу армии. То есть бюджет может быть перекроен. Либо бассейн они руку запустят туда в воровской общак. Либо они перекроют и возьмут допустим урежут финансы эти социальные выплаты и таким образом наполнят военный бюджет. Далее Дональд Трамп допустил вслух допустил возможность поражения на выборах второй раз за четыре дня. То есть что-то в лисе сдохло потому что раньше Трамп даже не хотел слышать о том что он может проиграть эти выборы. Он сказал в воскресенье что в случае проигрыша на ноябрьских выборах больше не будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Ведущая телепрограммы спросила его в интервью собирается ли он в 28 году предпринять новую попытку вернуться к президенту если в ноябре проиграет Камали Харрис. Нет я думаю на этом будет все. Я совершенно не вижу себя баллотирующимся снова сказал 78-летний Трамп. Но добавил надеюсь мы выступим очень успешно. В Соединенных Штатах Конституция разрешает занимать пост президента два срока то есть две каденции. Третьего срока не может быть. Вот поэтому он может он в случае победы не сможет баллотироваться в 28 году то есть видите у них нельзя у них считается каждый срок разрыв не играет роли то есть с 16 по 20 он был президентом Дональд Трамп если он в 24 выиграет выборы и будет до 28 то в 28 он уже все не может баллотироваться потому что он уже дважды был президентом Соединенных Штатов вот так выписана Конституция Соединенных Штатов поэтому вот если он проиграет выбор он может баллотироваться в 28 году а вот в этом случае нет это для справки ну раньше Трамп очень редко говорил о возможности поражения на выборах почти всегда в речах своими сторонниками и в постах в соцсетях он уверенно заявлял о грядущей победе а тут за последние 4 дня он уже дважды допустил возможность того что он проиграет а в это время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил что ведутся деликатные переговоры с Белым домом о разрешении Киеву использовать ракеты штормшедов на территории Рашистской Федерации то есть Лондон все-таки очень хочет чтобы мы ударили ракетами штормшедов по территории Рашистской Федерации то есть Лондоне ничего не боятся в этом плане они прекрасно Ми-6 все четко знает может Россия ответить не может есть ли у России красные линии или они только в воображении Путина существуют поэтому Лондон добивается согласия ну они как бы как англосаксонский клуб не хотят видно подрывать авторитет Соединенных Штатов но видимо у Байдена действительно есть какие-то договоренности с Путиным потому что если Великобритания деликатно пытается уговорить Байдена дать разрешение на применение Атакумс значит 100% у Байдена есть обязаловка перед Путиным по другому но нельзя объяснить если даже Великобритания так пытается уговорить Байдена или дать им разрешение на применение Атакумс по территории даже не просто Атакумс вообще ракет западного производства по территории Российской Федерации Ну посмотрим Сможет ли Дэвид Лэмми уговорить Джо Байдена все-таки сбросить эти обезы перед Путиным которые есть скорее всего у Байдена и дать разрешение на применение всех видов ракет ну может быть хотя бы британских или французских по территории расистов США Индия Япония и Австралия призвали к урегулированию Российско-Украинской войны Президент Байден вместе с премьерами Японии Индии и Австралии призвал к установлению долгосрочного мира в Украине В совместном заявлении они подчеркнули необходимость достижения всеобъемлющего справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом и принципами устава ООН Вот вам мирный план принципы права международного и устав ООН устав ООН границы 91-го года включая уважение суверенитета и территориальной целостности вот это мирный план и такие страны как Япония Индия Австралия и Соединенные Штаты я скажу что это очень мощный толчок или пинок для Путина в плане в плане вывода его рашистских войск в территории Украины ну и они подчеркнули неприемлемость применения ядерного оружия в ходе нашего этого конфликта вот и пару слов еще скажем о событиях которые творятся за поребриком что же творится на болотах на России там происходит следующее в Рашистской Федерации начали замораживать крупные СПГ проекты крупнейшая частная газовая компания Новотек на фоне западных санкций прекратила работу над перспективными проектами по экспорту сжиженного природного газа Мурманский СПГ и Обский СПГ в Новотек понимают что все будущие СПГ проекты компании окажутся под санкциями то есть нет смысла их дальше строить представляете заморозка этих проектов на несколько лет а потом ну будет ли возможность их разморозить или нет это вопрос очень ну в любом случае стоп машина это самое гасите свет все вода кончилась вот и второй момент по поводу я вам обещал это вишенка на торте сегодня будет я вам обещал сказать где Рашистская Федерация еще черпает пытается черпать личный состав для пополнения пехоты для пополнения потерь штурмовиков на поле боя так вот они моряков сейчас идет активная работа по принуждению моряков матросов рядовых и сержантов по заключению контракта для участия в качестве перевода в пехоту и участия в СВО в качестве штурмовой пехоты и что самое интересное в этой новости это то что помните Кузя да адмирал Кузнецов корабль с трагической судьбой корабль украденный у нас он построен в Николаеве на судоверфях еще тогда Советского Союза но в ночь раздела Черноморского флота Рашистская Федерация вывела его в море таким образом они его практически украли ну не пошло им это на пользу не смогли они его поставить строй довести до ума и сделать его боевым кораблем он как вот лодку назовете так она и поплывет я имею ввиду в том что во время испытания этого корабля был погиб экипаж самолета который стартовал и делал пробные полеты испытательные полеты с палубы этого корабля Рашисты попытались возобновить эти полеты тоже потеряли два самолета в Средиземном море когда этот корабль находился в районе в районе Сирии сирийских берегов правильнее так будет сказать потом была потом была авария с неудачным экстренным выходом из плавучего дока с проломом палубы падением крана потом было несколько пожаров в этом самом и в топливном отсеке в бункерах горело топливо и в электрооборудовании там в отсеках был пожар потом было несколько уголовных дел мурманской прокуратуры о том что экипаж сам экипаж вырубает кабели десятками метров электрические и сдает в металлолом как цветмет в результате его привязали к пирсу чтобы он не утонул 8 лет он ждет финансирования на ремонт и денег нет каждый год откладывается денег нет и сейчас в генеральном штабе Рашистской Федерации решили списать Кузю но Кузю списать спишут на металлолом Россия во-первых теряет статус авианесущей державы это был единственный тяжелый авианесущий крейсер в составе военно-морских сил Рашистской Федерации с его списанием Россия прекращает быть авианесущей державой то есть у России не будет ни одного авианосца Китай стал авианесущей державой кстати у Китая корабль Ляолинь это крейсер Киев бывший они его отремонтировали реставрировали и практически его будем сказать так переделали второе рождение дали этому крейсеру теперь Китай кстати они строят аналоги по-моему от 5 до 8 по разным разведданным они заложили тяжелых авианесущих крейсеров по копии вот этого корабля Ляолинь теперь называется а расисты не смогли довести его до ума решили списать поэтому Россия перестает быть авианесущей державой или страной с авианосцами хотя он не был авианесущей это немножко отличается по водоизмещению по боевым возможностям но куда же девать экипаж такого такого достославного в кавычках крейсера тяжелого так вот экипаж в пехоту весь экипаж единственного несущего крейсера северного ну он сейчас на северном флоте стоит Российской Федерации отправили воевать в Украину об этом сообщает издание Forbes никто никого не спрашивал построили и шагомарш на войну в Украину вот так Российская Федерация пытается пополнять ну и прощай Кузя не будет больше дымить и создавать рекламную кампанию Российской Федерации как он тогда с черным дымом который было видно из космоса прошел вокруг Европы и еле-еле доковылял в Сирию ему даже не хватило полного запаса топлива для того чтобы дойти от северных берегов Российской Федерации до берегов Сирии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА